Мы с Серёгой пришли в магазин «Кортье», и нас не пускают. Мы с Серёгой не палимся, но за нами ходит мужик. Мы думаем, что он из секретной службы какой-то, вот он за нами. Идет сюда, вот смотрите, он за нами идет. Мицца, макароны. Гораздо вкуснее, чем в Майами. Ребят, это новая рубрика с Серёгой на Роллс-Ройсе за продуктами. Дед Мороз пришел под елку, что-то положил, пойдем смотреть. Санька, мы договорились, что он сейчас вам экскурсию проведет. Ребята, вот вас, кокос можно заказать сам. Отлично. Клай. А где гореть пашинку в кокос? Тут есть горячий бассейн? Да. Пойдем, покажешь, где. И там пляж, я смотрю. В общем, мы тестируем, сможет ли Санек меня заменить в блогерстве. Мне кажется, идеально вообще. Лучше меня рассказывает. Сейчас послезай. Куда идем? На пляж, ребята, вон пляж. Вот бульсал. Что это? Это пена. Как пена? Это снег. Это снег. Как тебе пена? Пенчатка. 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 В голову. Не нравится? Да, не знаю. А что мне в голову? Смотрите, тут важно понять, какой у вас шар по весу. И дальше все просто. Либо сильно кидаете, либо слабо. Вот я кидаю слабо и делаю страйки, смотрите. Ну, почти страйки. Сражай. Ребята, я создал телеграм-канал «Мир без границ» с Александром Кондрашовым. Там будет жизнь, дополнительный контент, который не вошел в ролики на YouTube. Расскажу про то, как я зарабатываю. В честь открытия канала я провожу розыгрыш майнеров среди подписчиков стоимостью 3000 долларов. Переходите по ссылке в описании, чтобы быть на связи чаще. А то вдруг YouTube заблокирует, ну и как бы есть возможность выиграть настоящий майнер, который будет вам приносить пассивный доход и для этого ничего делать особо не будете. Ребята, сегодня будет очень интересное событие у моих друзей. Они нас пригласили на мероприятие, на котором они узнают пол своего будущего ребенка. Это называется новомодная гендер-пати, но я назову это просто тусовка в честь определения пола ребенка. Раньше никто, конечно, не определил, не заморачивался. Я даже сейчас знаю людей, которые не хотят это знать, но каждый делает как по кайфу. Я, например, если у нас с Настей будет еще ребенок, я бы хотел узнать его пол до того, как он родится. Мне кажется, это классно. Ну вот, едем мы на таких джипах в пустыню. Вот он, Сыч, сидит. Здрасте. Здрасте. Как дела? Отлично, интересно. У кого из вас ребенок? Мне кажется, вы все кроме меня. Трусь, давай ребенок. Пустыню вау в хемсе, да? Пустыню вау в хемсе. Окей, вот мы на месте. Здесь себя чувствуешь песчинкой и становится немного не по себе. Представляете, днем сумасшедшая жара, ночью холод, нет воды, деревьев. Только вот маленькие кустарнички. Представьте, у нас в воздухе перед вами есть небольшой такой пластиковый пакетик. Представили? Разгоняем ваше воображение. Круто. Надвери него лежит невидимая клада-карта. Представили? Я открываю пакет, достаю кладу карт. Подержите пока, а то пакетик по-другому создает. Не роняйте его, ветром сдувает. Держите кайп-кай. Я открою, достану все невидимые карты, коробочку убираю. Карты перемешаю, открою веером. Погласите, возьмите любую невидимую карту. Круто, посмотрите, запомните, покрытие напомнить в камеру. Есть. Отлично, самый важный момент. Назовите вслух, какую карту вы взяли. Для всех вслух, прям назовите, какая карта у вас в руке. Туспики. Туспики, замечательно. Переверните его обратной стороной и верните в колоду перевернутым. Круто, все карты лежат нормально, перевернули только одну. Туспики, собираемся вместе. Здесь была коробочка. У вас пакетик, вижу, не потеряли, да? Можно? Да? Супер, забираю, убираю внутрь. Итак, невидимая колода касса. У нас, например, эта карта, все ваше воображение исчезает. Но вы знаете, в заднем кармане у меня вот здесь находилось небольшое предсказание. Плюс-плюс так, представляли, да? Круто, давайте аккуратным образом туда открою. Подержите просто пакетик у вас. Ты живи, нет? Все хорошо? Отлично. Достану все карты и я вам покажу. Или будет успехи. Можешь сразу с разоблачения начать. Смотрите, да. Действительно, все карты лежат нормально. И у нас в центре одна единственная карта перевернута. Возьмите сами, посмотрите, переверните, покажите всем. Вы что, пламите? Это, конечно же, та самая, которую вы сами перевернули ваше воображение. Покажите в камеру, на память. Ты как местный спелся, да? Успики. Возьмите одну любую карточку, покажите также всем, покажите на память в камеру. Смитик. Точно так же, как и в покере, можно очень легко контролировать карты. Ты видел, мой оператор сказал. Если вы поместите эту карту примерно в центр и сделаете сегодня щелчок, она уже будет наверху. Очень удобно, я вам покажу. Это и в покере так же может работать. Видимый вариант, видимый. Можно вашу ладонь смыть, так же покажу камеру. Четверка будет у вас. Смотрите карманы. И берите того самого вальта. Как это работает при видимом варианте. Смотрите, взяжешь в ладонь, просто стряхнуть вальта, у меня уже будет четверка, а у вас уже тогда кажется валет. Нет, я как раз так ставлю. Погнали. Отлично, смотрите, я возьму тогда Джокера, покажу его с двух сторон. И этого Джокера видно, можно очень удобно просто превратить в самые настоящие 100 долларов. Кой, поможешь так еще сделать? Есть колода? Камерный эффект, я предупредил. Хорошо, давайте сделаем вот как. Уже сделаем мне камерный. Давай с деньгами побольше. Побольше, я понял, я понял. Давайте, почему нет, почему нет. Смотрите, я покажу, я взял с собой немножко долларов, сейчас будет побольше, как вы сказали. Смотрите, да. Я покажу, камеру видно, а я взял с собой, да, раз доллар, два, три, четыре, пять баксов. Покажу вам еще разочек с обеих сторон, да, раз, два, три, четыре, пять баксов. Но все-таки, как вы просили сделать побольше, да, поэтому давайте по 100. Да, в 500. 500. 500? Ну давайте попробуем, хорошо, я возьму тогда. Так, и одним движением превращу это. Красавчик. 100, 200, 300, 400. Настоящее? 300, потрогайте. Ну что, давайте финальные голоса, давайте пошуним, кто за мальчика? А кто за девочку? Я! Ну, 4, 3, 2, 1, давай! О, и, о, и, о, и. Well, I will always be your man Be your man I wanna take the longest trip with you All right, guys, you guys are changing the car like that You can come to the car regularly? Yeah, you're on the spot, the like is on the spot But if you're shooting from the inside, it looks like you're on the car Yeah, show me, it's all different It's all, it's all, it's all sambo Now we're going to go, Sany Nase for my gift Yes Nase, I like it What do you think? What do you like? I think it's something beautiful and beautiful What's your best? What's your best? What's your best, what's your best I think, but I'm a little bit of a talk I don't know what you're doing You can't even see them You can't even see them I think it's a big deal I think maybe you should be doing a gift I think it's a gift I don't know, Sany I don't know, Sany They've already been 16 I think it's a gift It's a gift It's a gift I think it's a gift I think It's a gift I think Let's see What's your best We tried Nase The goal was to make you happy And then Look at the reaction And we got to go to the cartier We are in the cartier And they are not letting us They are They are not letting us Let us Let us Let us Let us Let us We are in the cartier We are in the cartier We are in the cartier And we are in the cartier Why Cartier? Well, I think every girl loves Cartier I think it's a cartier I think it's a half hour So The year was bad So We will buy something The most expensive I think We will buy something good I think But I think There is more important attention And the price And the brand And the brand Wow Very nice Thank you For fans of the Star Wars I really like it It costs almost 4000 dirham It costs 1500$ It costs What if What are you doing? The meat Did you make this? Yes What I love What are you doing забегаловках ну то есть вот мы взяли сок свежий и в раб с курицей но такой как шаурма с курицей из песта нереально вкусно просто что такое где-то в америке найти но просто захочешь не найдешь чувство больше меня в америку не пустят ну реально эта проблема не только у меня вот те люди которые говорят что там можно вкусно поесть можно но не так вкусно как в той же москве или в дубае все кто говорят что вкусно они просто не были в москве все не скажу секретик отчеты сразу это футболку поправил эти твои эти какого твои комьюнити что я хожу как бомжонок неопрятные вот нет ника погладила майку выставляется балансяга мне нет еда не тоже очень нравится такая шляпа лайфхак от серёги если хотите быстро выйти и сесть в свою машину они стоят примерно минут 40 ждать пока вам привезут валет паркинг просто даете на вип-парковку да 20 дней после 2 дирхам сверху и все и ваша машина вон рядышком ставят вот а эти все ребята стоят ждут они тоже все вип-парковки но у них машина стоит вот там да они отвозят а у нас стоят на неположенном месте да соответственно здесь как бы ставить нельзя но нам можно по 20 дирхам и вы сэкономили порядка 40 минут до мороз пришел подъем к учету положил что первое открываем давай показывать это что ты заказывал деда мороза а это что такое давай давай интересно что там шоколадка ну открывай на скорей сынку тоже интересно что там что давай открывай это маме спасибо с новым годом спасибо сайт и поцелуй папа открой дай поцеловать на золотую отвертку не потеряй дай поцелуй то с новым годом спасибо ты мой хороший да давай итак до нового года 20 минут мы едем у нас дальше продолжается вечеринка то есть здесь мы поужинали а дальше шоу какое-то дом только давай в бассейн не заедем санек у нас навернулся в бассейн это было очень смешно конечно он поздравлял бабушку постараемся это видео вставить что вы оценили масштаб ущерба дорогая бабушка дедушка и таха а Наташа и Женя нет нет а это был суперконтент который который на Новый год Саш ну ты что в полотенце целишь в ресторане на Новый год он сказал вот шоколада а мы сказали нет не нужно шоколад он говорит может вам горячего шоколада принести а мы такие нет нам не надо а ты чего такой мокрый упал куда в бактерии а почему упал потому что баловался маму не слушался да ну да ну да а ну да Ты что, переезжаешь, что ли? Ага. Куда? По пляжу. Куда ты столько набрал? Я жарю. Там сейчас все угорать надо. Загорать? Загорать, да. Сейчас все будут смеяться, что пришел, столько принес игрушек. Смеяться? Да, Зайке. Ты даешь, конечно. Давай заходим. Такое у нас 1 января, время 10 утра, все еще спят после ночных тусовок, как и вороны кричат. И Санек идет на пляж. Погода невероятная. Вот сейчас как будто ты в Москве в июне. Настолько быстро привыкаешь к хорошему, что, кажется, уже нет какого-то вау-эффекта. Просто идешь и тебе как-то спокойно, хорошо. Ну что, я хочу сказать, ничего особо не поменялось, но уже приятно то, что хоть какая-то смена произошла. Хотя бы в цифрах, мне кажется, все вот эти истории с годами как раз для этого и придуманы. Что новый год, новая жизнь. Сейчас кто-то бросит пить, курить. Кто-то устроится на новую работу. Кто-то бизнес новый создат. У кого-то просто какие-то цели будет попутешествовать, куда-то съездить. Может быть, что-то поменяется в мировом масштабе. Может, забудем про ковид и про другие истории. В общем, очень хочется, чтобы менялось все только в лучшую сторону. Но так, конечно же, не бывает. Всегда есть черные и белые полосы. Но только благодаря черным мы начинаем осознавать, что живем в белой. И это тоже важно понимать. Потому что если вы всегда жили хорошо, вы это перестаёте ценить. Если вы никогда не болели, всегда здоровы, вы перестаёте ценить, что вы здоровы. Если вы всегда были богаты, вы перестаёте ценить, что вы зарабатываете какие-то деньги. И так во всем абсолютно. То есть всегда должны быть две стороны. Поэтому надеюсь, что черная сторона позади. И мы все, ну или хотя бы большинство, получим белую сторону. Или перейдём в жизнь на белой стороне, так сказать. Как бы это всё банально не звучало, но хочется уже выдохнуть. Надеюсь, в 2023 году вы все выдохнете, и у вас всё будет классно. Ребят, это новая рубрика с Серёгой на Rolls-Royce за продукты. Мне просто не очень хорошо, после Нового года. Я вчера, сегодня третья, да, часа восстанта? Да. Не, всё второе. 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 Ну, первый рабочий день в Дубае. Слушай, мы все в школу пошли уже, моя отвезла. Я говорю, как это сделал? Я просто обожаю, когда нет длинных каникул. Тебе нравятся, кстати, длинные выходные? Ну, я вообще как в жизни выходной. Когда дети идут в школу, и они спят в машине, мне их жалко. Ну, ничего, выучатся, а потом тоже отдыхать будет. Да, Серёга, а чем ты занимаешься, спрашиваю? Сань, я тебя вожу по магазину. Давай это с 5-6 числа бросаем бухать, и кто дольше продержится? Сань, вообще не пью. В общем, все, кто спрашивал, как место называется, Лули, да? Нет, нет, это магазин, спермаркет. Называется как это? Нет, вот этот Лули находится на втором этаже, как бы, на базаре. Называется, вот, Waterfront Market. Да, ещё мы сейчас будем в чуть другом месте закупаться, потому что там, где Серёга раньше закупался, оказывается, цена в два раза выше, чем в реальности. И многие, кто приезжают на этот рынок, говорят, что очень дорого. Типа, на самом деле там дешево, просто нужно знать места. Да, нас просто обманывали. Я это узнал, ответ, знаешь, что-то узнал? Ну, от помощника с тачкой, которая, с тачкой ходит, он говорит, Серёга, тебя обманывают здесь, я тебе говорю, давайте в какое-то другое место, там, говорит, слабо будет другая. А то я пришёл и офигел, мне облачек в два раза ниже. Сейчас покажем. Как непривычно эти двери открывают, честно говоря. Лёга берёт домашние яйца, вот, смотрите, какая красота и молоко. Это домашние, вот такие-то, вот лица нормальные. А, о, вот они домашние яички. Перепёлочка. Три яйца, тридцать пять дирхам, это десять яиц, девять баксов, да? Короче, мы говорим, от логисот, тридцать центов, тридцать дирхам. Всё, короче, яйца взяли. Немного затарились с Серёгой. Я не только себе беру, я ещё беру друзьям из дома, подарок. Я, видишь, как Дед Мороз, иногда витаминами балую. Серёга, мы с тобой хотели бы все дружить. Это не всё мне, поэтому не думайте, что я... Вот, ребят, ссылка на Серёгу в описании. Нет, ссылка. Серёга есть, ссылок нет. Серёга читает все комментарии ваши. И хорошие, и плохие. Хорошего больше, это радует, пишите. Давай выберем кого-нибудь из комментаторов и отправим им фруктов, может, или что-нибудь. У тебя не подарочек классный. У меня нет возможности платить в рублях. Я же есть, у меня же есть. Я тебе дам, да. Не, можешь мне не давать, я могу... Бюджет выделю я. Надо выбрать, сколько человек, во-первых, и сколько подарим. Подарим 70 тысяч рублей. Ты же платишь. Окей. Ладно, я тебе помогу. Так, тысяча баксов, грубо говоря. Тысяча баксов, да. Тому, кто напишет, самое лучшее поздравление Александровой семье на Новый год. А что меня-то сразу? Может, тебя тоже? Ну, если бы два, вообще, я только сразу бонусы, бонусы. Топ-1. 70 тысяч, второй из-пять от меня. Или наоборот. В общем, пишите, выберем победителя и покажем. Двоих. Двоих, да. Два победителя будет. Поздравление в конце e-mail. В общем, нам, Серега, еще подарки сделали. Мы вот две телеги такие купили. Три телеги. Три телеги. Три телеги. 1400 дирхан было, да? Еще и воду дают. Спасибо. Thank you, guys. See vegetable fruit. Ну, запомните этих ребят, короче. Приходите к ним. Мы, Серега, делали рекламу. В общем, мы отправили наших помощников загружать все в машину, чтобы они нам не мешали ходить. И идем в самую вонючую часть этого места. Многие, кстати, не знают, что здесь есть рыбный рынок. Вот он так выглядит. Как же здесь воняет? Воняет суши. Здесь инаки есть? Каков? Я не видел сейчас. Ну, в принципе, из заморозки, наверное, есть все. Здесь у нас окулята. Это кобия. Там у нас тунцы, креветки. О, а можно даже аквариум-мистику снять. Как думаете, здесь могут быть пираньи? О, круто. Одна штучка, 20 дирхан. Вот, золотые рыбки. Дискусы даже есть. Ничего себе. Самое сложное в содержании. Видишь, это рыбки уже... Да, да, да. Ну, их очень сложно содержать, непривередливая. Чистейшая вода. Видишь, у них самый чистый аквариум. Брабусы, сколько у меня их пираньи съели. Неоны. Как вот эту устрицу обпить и прогмотить? Вот эту. Решил шок-контент записать. Он взял иранскую... Иранская, пакистанская, сурикка большая. Пакистанская устрица? У меня как она в вод залезет. Но он говорит, это маленький еще. Сотрованешься? У них такие большие какие-то были. Уже раскупили все. Не, реально, где-то скидки вообще не раз не ел. Ты не боишься этой еды? Знаешь, седички, двойки, тройки, ты маленькие. Ты не боишься, Серё? Конечно, нет. Что-то свежее. Почему? А что боятся? Ну, не торванешься сейчас, нет? Да, нет. Вау. Серёга, а там это, смотри. Сняли, да. На гадость сняли. Ну что, ребят? Там не боится жемчужины? Ну, если будет, потом расскажите через пару дней. Вышел или нет? Фу, гадость какая. Ну что? Вкусно? Да, еще. Я как-то вам расскажу сейчас историю. Как-то я пил шампанское и ел устрицы. И в этот день я больше ничего не ел. Ну, то есть, в принципе, я был голодный, и это моя ошибка. Алкоголь нельзя употреблять на голодный желудок. И тем более с устрицами. Я раньше очень сильно их любил. Рекорд 20 с чем-то штук мы съели. Ну, я лично съел. И вот потом меня так рвало, что мам не горю. Поэтому с тех пор я не особо их люблю. Вы знаете, да, что самое вкусное, это мальдивские лобстеры. Они самые сладкие. За килограмм 130 дирхам. Лобстеры живые, австралийские. 265 дирхам за килограмм. Здесь у нас лобстеры тоже канадские. 165 дирхам. Вау, какие крабы. Они просто огромные, посмотрите, с бутылкой с полулитровой. Серег, можешь на руку засунуть? Нет. А за тысячу долларов? Нет. Камчатский краб. Кстати, давайте посмотрим, по чем стоит. 290 дирхам за килограмм. Вот представьте, да, в Майами, во Флориде и на Кубе барракуд не едят вообще. Они считаются ядовитыми. Ну, то есть они могут кого-то жрать какую-то рыбу ядовитую и сами становятся особенно крупные. А здесь, смотрите, мелкие продаются. О, игла. Рыба-игла. Кстати, знаете, как рыбу определить по глазам? Если глаза чистые, значит она свежая. Fresh? Fresh, а за fresh. А, это угорь? Риги, теперь я вижу. А это... Это риверфиш или оушен? Да, да. Короче, понятно, не знаю. О, вот это кобя? Это кобя. Кобя, да? Видите, я шарю. Я угадал. Это салман? Да, это салман. А здесь? Это салман. А здесь? Нет, река, да. Кобя, ההстыка. К és фиш? А, это икра сама. А, вот да, салман. Да, это сами на экране. Вот я бы не рекомендовал такой есть на самом деле. Да, 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 да. Да, да, да. Это какую-то морскую салман что ли? Нет, речной. Это речной салман. Но какая-то странная, да. И вот... Салман? Здесь салман. А здесь? Он берит, что это экран у них� ячная. Ребята, пишите в комментариях, по-любому знаете, что это за икра. Почему она так выглядит? Мы с Серёгой не палимся, но за нами ходит мужик. Чё ты встал? Мы думаем, что у нас секретная служба какой-то, вот он за нами идёт. Серёга говорит, давай ему здесь из зеркала отойдём, может он отстанет. А я предлагаю зайти, да, чтобы он вправо пошёл, а я в левый. Посмотрим, за кем он выбрался. Вот смотрите, он за нами идёт. Мы идём в мясной отдел, я думаю, его здесь не должны пустить. Смотрите, вот он за нами всё равно ходит. Он делает вид, что его с нами нет, но он за нами ходит. Хотите охрану? Мы вам можем её предоставить. В общем, заказали вот шаурму. Выглядит она, честно сказать, грустно, но печка умерет какая. Ну, может быть, будет вкусно. Сейчас попробуем. Отличается от наших 100%? Очень сильно, да, потому что замариновано, в каком-то кислом соусе, но вкусно. То есть я не скажу, что невкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Но замариновано не как у нас. Ну, ты вообще, я сказал, что я день хавал шаурму, но наша страна делает его лучше всего. Она другая. Здесь какие-то были лимоны, там картошку они пихают, фри, зачем внутрь ещё. Ну, мы не положили, мы просто не ложить. Вообще, ребят, в России самая вкусная шаурма. Но здесь нет такого, что невкусно. То есть вкусно, но когда вы ели ещё вкуснее, мы можем привыкли к такой еде, да? Не, другая просто. Почему ты большой босс в этом рынке? Один раз я пришел, и ты боролел с другим. Хит. Нет, нет. Я вижу, что это с троллой. Это большой босс? Да, большой босс. Да. Короче, Серёга решил спросить, почему его здесь боссом считается? Он униссит бьёт реально. Да больше, Серёга ему больше тягчевых даёт, поэтому он, конечно... Блин, у вас на случай был, короче, я иду, его не было. Беру другого парня с тачкой. Он как будто вылетает за ума, коршула этот, блин, того откидывает и нарёт мне, типа, «Чувак, ты ж меня выбрал!» Они десанты говорят, «Ты кого берёшь, меня или его?» Я говорю, ну, босса, блин, он такой, «Я тебе сказал уже, блин, что это меня...» Я, в общем, взял у всех ребят телефоны и говорю, я вам напишу, доставку сделать. Они говорят, вообще без проблем. А с Серёгой, вот сколько раз он сюда ездил, он ни разу телефон не взял. Ему, походу, по приколу приехать сюда, походить с соседей, пообщаться, машину помоет ещё, да? Загрузили газельку, поедем. Нормально? Да, отлично. Очень полноценно. Бай-бай. Говорит, Сань, попрещайся, смотри. Серёг, ты как мой личный водитель теперь, да? Сейчас я сзади сижу. Можете называть просто тайной Серёгой Фрукт? Не надо. Не смейте так писать комментарии. Не выиграйте приз. Ну, хейтер по-любому что-нибудь напишет, да? Да, пусть пишет. Музыка. Музыка. Ну, Сань, крутой. У нас, конечно, такого не было. Сегодня первый день, нас отправили в такую комнатку. Но я вам скажу, я впечатлен. Здесь сразу идут обучения на двух языках. Немецкий и английский. И дальше можно поступить в школу Swiss, которая называется. Очень крутая считается. Все, походу, Санек будет строителем. Сань, ты строителем будешь? Надо, потому что клей, да? Цемент нужен, чтобы не падал. Ну, прикольно то, что там снегом положили. Для детей снег, это вообще... Здесь они рисуют. Но в целом, посмотрите, сколько здесь классов, комнат, все одно. Я, честно говоря, просто в шоке. В своем детстве такого представить даже не думал, что такого и не было. Просто посмотрите, как все круто сделано. Все деревянное. Приятный материал пахнет. Заходишь свежим деревом. Просто вау. А здесь, смотрите, какой класс. Я сам хотел бы учиться в топовом. Обалдеть. Я малого оставил, интересно, надолго выходит. Смотрите, какие здесь занятия есть. Всякие мурави. Или кто это? Муха. What sound can you make? Это барабан. Смотри. Давай. Так, ну что, ребят, свобода! Freedom! В общем, первый раз привел Санька в детский садик. И он так заигрался, что я свалил. Ну как свалил? Меня выгнали. На самом деле, родители здесь могут находиться только час. И только в самом начале, типа, если первый день приводите ребенка. А в остальное время не дают оставаться. Ну, типа, погоняют. Ну, как выгоняют? Они просто подходят, говорят, ребята, ваше время закончено. Пожалуйста, идите домой. Причем, Саньку попалась няня, русскоязычная, единственная здесь есть. Она работает со всеми маленькими детками. И он забежал в ботинках, там, где в ботинках нельзя бегать. Она его быстренько говорит, так, ну, ботинки снял. Короче, она его построила. И он остался там, и я спокойно ушел. Вкусняшки. В общем, мы с Саньком очень часто любим приезжать в это место. Куда я видел? Наблюдать, как у Санька тут рыбы хвостом по воде бьют. Да? Кто ударил? Рыба. Ух ты. Белико видел? Не, не успел, посмотри. Вот, и мы вот так сидим. Здесь лавочка прикольная. Что случилось? Тихо. Глазить, что он упал, а это удалит. Иглечку мы будем говорить, то упал не удалит. Паланси. Пока не стемнело, мы с Саньком приехали на площадку. Сейчас покажу. Кстати, впервые здесь нахожусь. Огромная площадка. Супер лид. Малой залипает, сидит он уже полчаса. Потому что мимо проплывают всевозможные яхты, суда. Ну, в общем, мне прям очень зашло. Ну, и самое главное, что есть поле, где можно поиграть. В баскетбол, в футбол. Народ бегает. Там вот детская площадка. Здесь вот, соответственно, баскетбол. И вот футбол. Ребята, всем привет. Как говорится, мы в Дубае. Да нет, мы сегодня в Абу-Даби. В общем, мы были в Ворнер Бразерс в Майами, в Лос-Анджелесе. И теперь в самом новом парке в Абу-Даби. Стоит это, сейчас скажу, 1800 дирхам. Но мы купили с фасттреками, так называемыми. То есть, когда не стоишь в очереди в общей, а идешь в быструю очередь, где только такие люди, которые купили себе фасттреки. Нормальный такой дрим, да, Сань? Так, ну, в общем, первое впечатление. Очень классно, потому что все новое. Но если вы приходите в будни, вот сейчас у нас конец декабря, пятница, в принципе, можно фасттреки не покупать, то есть, не переплачивать 250 дирхам. Все это один, то есть, 750 дирхам мы заплатили, чтобы быстро не стоять в очередях. Но в очередях нету, смотрите, вообще все пусто. Самый прикол, что в этой очереди фасттрек не сработал, и мы стоим. Нас заставили стоять вместе со всеми. Поэтому смысла в нем вообще не вижу. Можно не покупать. Так, в общем, сходили. Называется Скуби-Ду. Место прикольное. Но малой наш там немножко перепугался, потому что там привидение, а он больше всего боится привидения. Че такое, Сань? В общем, называется Бэдрок. Классный аттракцион, но Санька сюда не пустили, потому что нужно метр 0,5, чтобы был. А у нас метр 0,2. Вот три сантиметра и не пускают. Почему классно? Потому что очередь большая. 40 минут нужно ждать, если вы без фасттрека, и 10 минут, если вы на фасттреке. Сравним еду, что здесь есть. Смотрите, цезарь. Здесь выглядит, кстати, неплохо довольно. Здесь тунцон салат с кальмарами. Хелси. Смотрите, курица с пюрешкой. О, паста даже есть. Смотрите, пицца. Здесь у нас, смотрите, макароны. Смотрите, для Фредо. О, я вот такой хочу. И вот это, ракетцы какие-то. И смотрите, какие десерты. Гораздо вкуснее, мне кажется, чем в Майами. Сейчас опять мне скажут, что я Америку обсираю. В Америке много всего крутого, чего нет нигде в мире. Но еда там, и культуры еды там нет. Там суп нормальный, вообще очень сложно где-нибудь поесть. Смотрите, здесь два входа. Картон Джанктон и Готэм-Сити. Сюда, соответственно, для маленьких детей. Туда для детей побольше. В принципе, парк большой. Можно целый день спокойно здесь гулять. Вот примерное ожидание с фаст-треком и без фаст-трека. Вот, смотрите. Прям рекомендую, это самое лучшее. Ну, поэтому сюда 50 минут и надо стоять. Все остальное мне не понравилось. На Супермане я не был. Бэтмен так себе. В общем, вот это самый топовый аттракцион. А вдруг так люди упадут? Как они упадут? Они спрестегнут. В общем, лайфхак. Если у вас ребенок невысокий, можете ему билет вообще не покупать и говорить, что ему меньше трех лет, потому что на 90% аттракционов он не попадает из-за роста. И, соответственно, платить получается 250 дирхам билет и 250. То есть 500 дирхам отдали, это больше 140 долларов. 330 долларов это за то, что просто Саню покатался на двух или трех аттракционах. В общем и целом, приезжать сюда стоит в будни, в первые половины дня, желательно пораньше, к открытию и уезжать после обеда. Уже 5 часов вечера. Привалило просто невероятное количество народу. В общем, все, поехали домой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok